Иван Иван. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Псалом 135, 7 и 8 стих. Сотворил светила великие, и вовек милость Его. Солнце для управления днем, и вовек милость Его. 7 и 8 стихи 2 Вот что интересно, слово Солнце не встречается, когда Бог сотворил его Великое светило Об этом просчитаем в Бытие 1 глава 14 по 18 стих И здесь точно так же Сначала светило, а потом поясняет Солнце Мы поговорим сегодня о Солнце Ибо вовек милость его Чтобы мы смотрели не просто свет падает, а милость его Вот в этом весь смысл Мы должны во всем видеть всегда Бога А не так, что человек родился в неверующей семье, и он Бога не найдет Это было во время Парижской коммуны, там как квартир выступил Мы сделаем все, чтобы люди Бога не знали А крестьяне один говорит, ну небо вы от нас не закроете А мы по небу, по звездам, все равно Бога найдем И сколько он не бился с сыном своим Нанял няньку, которая не разговаривает Чтобы она ничего не могла сказать Плохо не мая А однажды утром встал А сына нет, а где он? В саду? Пошел он там где-то за кустом Стоит и поднял руки ему, а кто? А вот кто сотворил такую красоту? Он понял, что ничего нельзя сделать Дорогу к Богу мы находим через звезды, через... Ну, я призываю, когда говорю об этом Я каждый день вижу спутники, каждую ночь вижу спутники летят В разном направлении Так Бытие 1, 14, 18 И сказал Бог, да будут светила на тверде небесной Для отделения дня от ночи И для знамений и времен, и дней, и годов И да будут они светильниками на тверде небесной Чтобы светить на землю И стало так И создал Бог два светила великие Светило большее для управления днем И светило меньшее для управления ночью И звезды И поставил Бог на тверде небесной Чтобы светить на землю И управлять днем и ночью И отделять свет от тьмы И увидел Бог, что это хорошо Откуда Давыд это все брал? Дело в том, что в Псалтире Слово Солнце 14 раз встречается Разное песнопение И все равно поможет У меня случай был такой однажды Я часто встречался с будущим митрополитом Генеоном Докукиным в Ставрополь А до этого он был в Новосибирске А Алтайский край входил в него Ну и мы подолгу беседовали И однажды он похвалился мне Говорит, был здесь католический кардинал А кардинал это может быть равный ему архиепископу А может быть выше и ниже И мы говорили Он говорит, тут у вас как? Воскресенье? А воскресенье говорится А у нас говорится о том, что это день солнца По-немецки зонтах По-английски sunday А солнце-то солнце-то это языческое Поклонение, признание Такой важный день А у вас кто-нибудь хотел ему польстить или что И он мне подарил Библию И сказал, Библии нигде этого нет Я говорю, Владыка, есть такое место Однажды Бог назвал сам себя И говорит, солнце Дух Святой назвал Да нет, он сказал, новую Библию подарил Вот Я теперь по ней будем все узнавать Да нет, братья, есть Я говорю, нет Откройте 83-й Псалом 12-й стих Однажды встречается такое Он когда открыл и сразу закрыл Да как же он сказал, нету Я говорю, не знаю А я Библию-то читаю Открывает, она трещит Корешок помазанный клеем Я говорю, вы ее не открывали еще? И это узнали Возьми ее, тогда тебе там лучше занимаешься ей Библию Говорит 83-12 Псалом Ибо Господь Бог есть, солнце и щит Господь дает благодать И славу Входящих в непорочности Он не лишает благ Вот и все И поэтому, что у вас называется день солнца Солнцем называется Господь Это такое для него было откровение А он поверил Да как же так Это такой Сам занимает и Библию считает и говорит Нету Владыка Написано Вопрос снятый Дальше читаем Бытие 15-12 Многократно будет Дело в том, что во всей Библии Слово солнца встречается 205 раз Солнечный Солнце в разных подержать 205 раз А мы о солнце что знаем? Восход Заход И при том Везде об этом пишут Восход А оно не восходит А то земля повернулась боком другим Кастрюлю ты поставил Свет из печи идет Печка не ходит вокруг твоей кастрюли Я дам некоторые данные сегодня Чтобы вы знали Если кто не знает От земли солнце отстоит Так приблизительно запомнить 150 миллионов километров 150 А по полной программе если взять То получается 149 миллионов 597 тысяч 871 метр Как этот метр один нашли? Ну сегодня могут они Вот скорость света Везде Одна секунда 300 тысяч Чтобы до солнца дойти Для этого требуется Не один Не два А 500 секунд Чтобы свет до нас дошел Вот вы Вообразите себе такое Ветра никакого нет Зима В одно место свалили Тысячу тонн угля И все загорелось На 100 километров Будет греть? Нет Это только световая энергия А чтобы нам лучше понимать Что там делается на солнце Дается данные Об этом солнце А данные такие Радиус земли А радиус это точка в центре шара Ну до любой точки Да, доходит 6371 километр А радиус солнца Не 6 тысяч А 696 тысяч 230 Да получается там То раз Мы должны понять Какое величие А какая температура Температура внутри Почему она у него бывает Никто не знает Сейчас ученые подсчитают Через 5 миллиардов лет Каких они миллиардов лет Что с солнцем будет То есть оно полностью Сожжет землю Они догадываются Ну чтобы нам понять Что это От Адама До сегодняшнего дня 7532 год 7500 всего А тут за 5 миллиардов Где-то ману и все Мы не знаем Но какая температура Оттуда исходит Это сегодня могут узнать И говорят За одну секунду От поверхности солнца Отделяется столько тепла Что хватило бы Растопить Толщину льда На всей земле Над всем земным шаром Толщиной в 1 километр А ты возьми Когда-нибудь полный Медрокет Или чугун Замороженной воды Сколько тебе надо Чтобы растопить его Нам даже понять нельзя Как это Если Холод Есть определенный 200 Допустим 71 метр Это миллиметр градусов Минус То 272 нет Уже все молекулы Перестали двигаться Атомы застыли А здесь Не могут определить Примерно 6000 На поверхности А какая реакция Идет там По сегодняшний день Не могут никак узнать По всем расчетам Должно сгореть Не уменьшается И вот на таком расстоянии Это самая близкая Самая большая звезда Тоже звездой ее называют Второзаконие 4.19 Несколько мест мы посмотрим Чтобы на солнце Другими глазами Посмотрели сегодня Ибо велика милость твоя Я за то повторял Слава Богу за все А Давыд говорит Ибо велика милость его Это две тоже 4.19 И дабы ты взглянув на небо И увидев солнце Луну и звезды И все воинства небесные Не плестился И не поклонился им И не служил им Так как Господь Бог твой Уделил их всем народам Под всем небом То есть Язычники кланяются И действительно От него все зависит Весна прогревает землю Дальше надо думать Что? Трава растет И кланяются И Господь предупредил Чтобы этого не делали Творение И творец Это Если творение Столь хорошо То на сколько Выше творец Запомните эту фразу И сразу говорите Я встречался с такими Которые прямо Считают язычники Я говорю А жертву приносите? Какую? Божество Всегда жертву принимают Жертва Жертва Это одно А далее Какую-то молитву Составили Нет солнца Нет Значит Вы обманщики У вас нет Нет Языческой даже веры Никакой нет Дальше В Новом Завете Слово солнце Встречается Тридцать два раза Вот Новый Завет Мы считаем Скажем Ну припомни Хотя бы Пятнадцать раз Не припомнишь Сходу-то А надо Найти Посмотреть В Новом Завете Мы считаем Матвея Пять сорок пять Сейчас Глазами Новозаветного Человека Посмотрим На это Великое Светило От которого Все буквально И зелень Каждый листик Без солнца Ничего нет Бывает в погребе Что Картошка Какой цвет Она не одна листи Когда не может За темноте Да будете Сынами Отца Вашего Небесного Ибо Он Повелевает Солнцу своему Восходить Над злыми И добрыми И посылать Дождь На праведных И неправедных Как солнце Думаешь Вот если бы Там Господь Заморозил То Было бы лучше Один Это такой Роман большой Толстого Этого Шолохова Он говорит Это раньше сеет Ну и урожай Средний был А это Будь она проклята Власть Советская власть И говорит Что не посадят То растет Все Почему их Бог Поддерживает Солнце одно и то же Земля одна и та же Мы должны сказать Что в этом Многое открыто 1343 Матфея Тогда праведники Вас сияют Как солнце В царстве Отца их Кто имеет Лучше слышать Да слышит Вас сияют Праведники Речь идет О верующих Которые родились Свыше Жили в Духе Святом А как солнце А вот так Солнце Нигде В грязь Не заходит Оно всегда Чистое Так и здесь Господь нас избрал Просветил Духом Святым Считаем 24-29 Матфея И вдруг После скоби Дней тех Солнце Помернет И луна Не даст Света Своего И звезды Спадут С неба И силы Небесные Поколеблются Как это Может быть Не знаем Но однажды Была так Война Ночью Как-то Воевать Стань Солнце Над Гавовом Руки Моисеев Поддерживали И солнце Островавило Что означает Земля Перестала Вращаться Если Перестала Вращаться Не выскажешь Как океан Вышел бы Из берегов Все Стоит На месте И полная Победа Была Одержана Считаем Лука 21-25 Мы Говорим Сегодня И о солнце В великом Творении Божьем И будут Знамения В солнце И луне И звездах А на земле Уныние Народов И недоумения И море В путях Своих Не завидую Богатому Вот так Засохло Разнуло Ветром И нигде Ничего Нет Сколько Было Богатых Людей Сегодня Вот там Этих Добивают Главный Главный Прокурор Сказал У нас Не государственная Дума А государственная Дура И сейчас Ухватили За это Их там Теребят Подряд Прямо На месте Арестовывают Речь Идет О том Что люди Без Бога Без Солнечного Света Духовного Они Не понимают И все Это От 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 Кратко Посмотрим Чтобы Мы взглянули На Солнце Глазами Апостолов Духа Святого Который Побудил Вспоминать Это Иная Слава Солнца Иная Слава Луны Иная Звезд И Звезда От Звезды Разница В Славе Это Речь Нет О Людях Вы Вспомните Когда Иосиф У сны Были Солнце Луна Поклонились Так Снопы Как Они Убить Его Надо Если Это У Бога Предсказано Будет Так Именно А Вы Как Считаете Православную Веру Как Православная Вера Истина Нам Она Осталась Но Заблуждений Много А Как Главное Заблуждения Главное То Что Не Идут Люди Напробовать Я Буду Ходить Буду Поклоняться Буду Чаще Причищаться И Совершенно Ничего Можешь Не Получить Как Так А Считай Исаия Первый Глава Просчитай Вы Несете Жертву А Мне Отвратительно Говорит Господь Неужели Нет Ни Одного Человек Что Прогнал Вас Не Ходили В Храму Не Топтали Землю Здесь Повторя Исаия Первая Глава А чего Не хватало Любви Богу А Любовь Богу Превосходит Все Что Люди Делают Вот Мне Сейчас Скидывают Материалы Смотрят Где Женщины Голову Закрывают Голосы Где-то И Какие Результаты Я и сам Этого Не видел Ну Знаю Что Надо Закрывать У нас Образ Божьей Матери Смотри Нет Брат Никого Не обманешь А что Для Мужчины Пояс И Борода У нас Люди Были Которые Как Так В город Идут Поясок Снимают Гости Приехали Все Без пояса Сколько Мы тут Говорили И как Все Кончилось Нет Не ходят Это За Этого Слишком Многое Стоит И Поэтому Кто-то У вас Родные Близкие Вы Обращайте Внимание И Не так Что Я В церковь Пришел А пошел Теперь Без платка Нет Платок Тебя Всегда Дужно Закрывать Волосы Почему В любой Момент И ты можешь Помолиться Ты не знаешь Где ждет Тебя Неприятность Мы вот Были В месерских Поездках И однажды Встретили Одного Старец Он говорит Вот у В церковь Выскочила Собака Вот такая Вот одоги Такие Огромные Собаки Кинул Стоял Ее Бедут Ничего Нету Он Лает Я вот так Руку Тасул И прямо В рот И попал Ему Туда И там Внутри Перекрестил Как он Завержал Как будто Кипяток Ему Тогда Студили Ворвался И больше Ярозу Не подходил Ну Пятна Старец Говорит Так что Для нас Оставим Подвиг Где Это Можно Было Сделать Ефесян 4 26 Гневаясь Не согрешайте Солнце Да Не зайдет Во гневе Вашем Да До Этого Пока Солнце Закатится Приведи В порядок Эти дела Потому что Можешь Не проснуться Сколько Людей Которые Не болели Внезапно Утром Смотрят И лежат Мертвые Тем более Сегодня При этой Обстановке Столько Переживаний Откровений В откровении Слово Солнце 13 раз Встречается Вот Что это Означает Абсалум 14 Не знаю Это Неоткрыто Мне Откровение 21 23 И город Не имеет Нужды И Ни в солнце Ни в луне Для освещения Своего Ибо Слава Божие Осветило Его И Светильник Его Агнец Как Агнец И Солнце Все будет По-другому И солнца Нет там И моря Нету И дальше Откровение 22 5 И Ночи И Ночи И Ночи И И Светильник И Солнечном И Господь Бог Освещает И И Будут Царствовать Во веки Веков Вот Главное Подсчитали Но я не знаю Как они считали Но все-таки Можно назвать Какой Объем Там В тоннах Примерно Ну Ясное дело Что Никто не вешал Но наука Позволяет Это сделать Земля 332 Тысячи В 32 Тысячи 946 Раз Меньше Солнца Ну Даже Трудно Поверить А сколько За Солнца 149 Миллионов 597 Тысяч Я говорю 871 Милостью Божьей Мы сегодня Услышали Я 135 Псалом По порядку Провожу 26 стихов Ну Приходится Солнце На 2 стиха Здесь Давид Об этом Говорит Что Бога Прославить Нужно За все Что-то Мы не понимаем Вот А солнце Теперь Мы посмотрим Другими глазами Ученок Работает Да Было Зеленое Скочил Стало Такое Совсем Другой Обет Солнца Не будет Тьма Сплошная Звезд Не будет Даже Присает Невозможно Мы никогда Этого Не видели Не зная Сколько Над Все Все Объяснено Я говорю Я тебе Докажу Что Не так Самая Тихая Спокойная Вода Это Байкал Я согласился Давай вместе Поедем Поедем Ну и возьмем Там Что Составить Можно красную Материю Вот как у нас Здесь Сделано Только Чтобы Была Красная И на Расстоянии Таком-то Четыре Километра Там 300 метров Мы Видим Его Дальше Только Отошли Всего 100 метров Его Не видно На товаре Устали Сразу Видно Все Непонятно Корабль В море Идет Сначала Мачта Показывается Ну а Почему Ну а Как Если Кругло Из-за Греб Показывается А потом Больше Больше Наконец Соликом Доказывать Не надо Даже Ничего Нет Это Бог Так Сделал Ущер Это Открыто Для Мы В школе А детей Как Учить Когда В школе Дети Выросли Неверующие То другое Смотри Сам Дело В том Что В Москве Я уже Точно Знаю Это Раньше Спрашивают Представительской Власти Можно Или в школу Не пускать Можно Нанимать Учителей Учителей Нанимают А потом Забать экзамен Они сдают И поступают Учить Милостью Божией Этот ребенок Не захватит То что Они делают Там Особенно Большая Опасность Для Девочек Когда Считаешь Верующей Семье И полностью Теряют Веру И все Это Никак Итак Милостью Божией Мы сегодня Коснулись Великого Творения Божия Слава Его За солнце Которое Освящает Нас Богу Нашему Слава Во веки Веков Аминь Божия Милость Убедикам И грешным Слава